Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и добро пожаловать на новый видеоролик. В этом видеоролике я вас познакомлю с пятью самыми странными мировыми рекордами в GTA San Andreas, которые вы также можете побить. Все мы знаем о сайте speedrun.com slash gtasa, где отображаются все мировые рекорды в GTA San Andreas по прохождению той или иной категории. Any, 100% и All Mission, of course. Но мало кто знает, что есть такая категория, как Mammoth, такие рофольные раны, которые игроки записывают чисто по фанчику. Но, так или иначе, все равно это является как бы мировым рекордом и быстрее никого нет. С такими персонажами я сегодня познакомлю и с их рофольными категориями. Ну а перед этим, как обычно, ребята, если вы играете в GTA San Andreas мультиплеер, заходите ко мне на Arizona RedRock, IP-адрес есть в описании, сайт там же. При регистрации вводите мой ник DennyHicks, а также по достижению шестого левела вводим мой промокод и получаем крутые денежные бонусы. Все очень просто, все в ваших руках, присоединяйтесь ко мне. Ну а мы с вами начинаем этот безумный снушебательный видеоролик, погнали. А вы знаете, что такое безумие? Безумие это пройти GTA San Andreas за 3 часа, 2 минуты и 31 секунду. Но в чем же здесь подвох, спросите вы? А дело в том, что обладатель столь шикарного времени парень под ником Кеннерт. И сделан это с дополнительной программой, которая позволяет без телефонных звонков дублировать миссии. Кто бы что ни говорил, какая бы GTA San Andreas являлась нелинейной игрой, это далеко не так. Потому что в миссиях существуют своеобразные ветки, после которых, проходя первую, открывается вторая. Вот, к примеру, ветка Синдиката Лока в Сан-Фьерро. Кеннеру всего-то нужно пройти миссию Тибун Мэднес дважды, чтобы пропустить миссию Майка Тарина. И для этого он использует утилиту под названием On Mission Changer, который позволяет во время миссии начать ее дважды. И так он делает абсолютно с каждой миссией, с каждой этой веткой, где это доступно. Вот с такими интересными манипуляциями с игрой и удалось поставить этот странный мировой рекорд в этой запутанной для обычного обывателя категории. Но и сейчас на своих экранах вы видите тот самый список миссий, где это доступно. Допустим, если вы пройдете миссию дважды в Роинг Сайнзи Трек, то вы пропустите тем самым миссию под названием Just Business. Вам не нужно будет ее проходить. И так далее. С этой таблицей можно ознакомиться в описании под видеороликом, если вам вдруг это интересно стало. Ну а мы идем дальше. А вы когда-нибудь задумались пройти GTA San Andreas максимально быстро, используя все прелести игры, которые оставили нам разработчики? Говоря о прелестях игры, я имею ввиду всеми любимые забавные чит-коды. А ну давайте смелее поставим лайк под этим роликом, все, кто когда-либо вводил чит-код GTA San Andreas. А вот парень под ником VUZI прошел GTA San Andreas за какие-то 48 минут и 53 секунды. И при этом он использовал чит-коды, которые ему и помогали добиться такого результата. Изначально непонятно, играл парень то ли на Android платформе, то ли на ПК. Но одно я знаю точно, что на Android есть чит-код, который позволяет пройти миссию, при этом ее не выполняя вовсе. В УЗИ как раз этим-то и пользовался, за исключением некоторых миссий, которые по всей видимости и не получаются пройти с помощью этого чит-кода. Ну просто красавчик, ВУЗИ. Вот скажите мне, это ли не рай оказаться в списке лидеров, в списке мировых рекордсменов, используя чит-коды в GTA San Andreas при своем прохождении? По-моему, это идеально. Но не только мировые рекорды с прохождением бывают в этой странной категории. Вот, например, парень с ником Raffi. Мировой рекордсмен загонять шары в луну. Категория называется Pool Procent. Все, что вам нужно, это начать игру и первым делом со всех ног гнать в бар 10 бутылок и обыграть своего соперника в бильярд. Вы не поверите, но Raffi удалось это сделать всего за каких-то 40 секунд. Самое забавное, что это он сделал с первого своего хода. Даю вам пищу для размышления в комментариях, то, как ему это удалось. А самый первый, кто разгадает, как он это сделал, я загрублю его комментарий под этим видеороликом. Пускай будет так, а мы идем дальше. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы запикапить девочку в GTA San Andreas, при этом используя одно банальное ничего? Чувак под ником Raffi. Уже не нуждается представление подобного персонажа. Он также является лидером категории хакер. То есть, ну, проститутка. Он снимает GTA San Andreas, быстрее всех это делает. Я не знаю, как ему это удается. То шары загоняет, то проституток быстренько клеит. 41 секунда понадобилась ему, чтобы как раз-таки начать этот самый сеанс с девушкой легкого поведения и закончить его за 41 секунду. Скорострел быстрее нет, но Raffi молодец. Даже здесь занимает это топовое место. Быстрый человек, быстрый во всем. И в бильярде, и в любви, как говорится. Ладно, идем дальше. Ну и самое, наверное, странное и забавное одновременно, это мировой рекорд в 4 секунды и 800 миллисекунд. Как вы думаете, что это может быть такое в GTA San Andreas? Вы не поверите, но парень с ником Cloney занимает первую позицию в самом быстром Bastard. Или что-то типа того. Реально, 4 секунды ему понадобилось с начала игры, чтобы его просто арестовали. И это засчитал как мировой рекорд. Мне кажется, абсолютно каждый из вас сейчас, кто смотрит этот видосик, может его с легкостью побить. 4 секунды, что это такое? Не, ну реально, на самом деле, жестко. Вот такой, ребята, видеоролик получился. Если он вам понравился, не забудьте поставить лайк под этим видео, написать какой-нибудь комментарий. А самое важное, это подписаться на канал. Давайте уже добьем 100 тысяч подписчиков. Мне будет очень приятно, что вы поддержали меня, подписались, и мы добились с вами этой крутой цифры. Ну а с вами был Хик. Всем хорошего настроения, всем удачи и до новых видеороликов. Субтитры подогнал «Симон»!